Цифры гидрометеоцентра ужасают. За 4 месяца выпало только 12% осадков от нормы, или почти в 5 раз меньше, чем в прошлом году. Ситуацию на полях может теперь оценить даже самый несведущий горожанин. Нет травы на газонах, нет ее и на полях. Конец июня, самое время для заготовки кормов вторым укосом. Только косят сейчас не траву, а зимые зерновые. Как мы сейчас наблюдаем, уже соломина полностью сухая, она уже желтого цвета, как перед уборкой. Колос уже тоже сухой. Если вырвать корневую систему, мы будем наблюдать то, что она уже полностью потеряла мочковатую систему, осталась только центральная корневая система. Поэтому в дальнейшем уже развитие данного не будет происходить, будет просто происходить усыхание. Чем дольше будет стоять соломина на поле, тем больше она будет терять флагу, соответственно в дальнейшем мы не сможем заготовить даже зерно-сеножа. Рапс пропал практически полностью. Из 1770 гектаров осталось 160. Похожая ситуация и с озимыми колосовыми. Лучше всего дела обстоят на полях в Махновичах, совхоз комбината «Заря» и «Осовец». Там хоть немного, но дожди шли. Остальные же хозяйства практически со слезами. Убирают урожай 2015 года на корм скоту. Яровые пока еще находятся в более-менее нормальном состоянии. Ягмышки яровые мы не будем убирать. А зимы пшеницу убрали уже на 90% площади посеянной. А зимы критикали. Ну, мы еще гекарсковская 50% будем убирать. И на сегодняшний день это получится в районе 350 гекар зерновых, а по 7 площади 10%. Каждое поле обследуется индивидуально. Назвать конкретные цифры по гибели или хоть что-то спланировать на будущее не берется никто. Сейчас за счет озимых культур восстанавливают пробел в нехватке зеленой массы. Проще обычной травы. Урожай зерновых надеются собрать за счет увеличения посевных площадей и погоды, которая смилуется и подарит мазырянам дождь. Мы в целом в этом году посеяли на полторы тысячи гектара больше зерновых озимых по сравнению к 2014 году. Поэтому в целом сейчас даже с учетом той гибели, которая уже наблюдается посевом, мы еще остаемся все равно на уровне прошлого года по площадям к уборке. Поэтому, конечно, мы надеемся в дальнейшем, что пройдет дождь, восполнится запас влаги в почве и данная культура воскресна, скажем так, восстановится. Важно еще отметить, освободившиеся земли пустовать не останутся. Сразу после уборки поля вспахиваются и засеиваются культурами, которые в последующем также пойдут на зеленый корм – проса и редька маслянистая. В общем, борьба за урожай продолжается, хоть и соперник – сама погода. Илона Шавловская, Юрий Грабец, Телеканал Мозырь.